Наша чистая вода. Это сколько он может стоить? Это я поставила вчера с вечера. Песок, железная крошка, грязь. За такую воду жители Новомихайловки уже месяц платят по повышенному тарифу. Единственное спасение, говорят, самодельные фильтры из салфеток. За каких-то там, да, несколько, ну вот смотрите, вот она. То есть на ваших глазах мы ее одели. Оксана одна из активисток поселка. Рассказывает, вода практически непригодна для питья. А теперь и стоит, стала как целебная. В прошлом месяце цена за кубометр подскочила в 4 раза. В платежках сельчан теперь значатся цифры в 5, 6 и даже 7 тысяч рублей. Тарифы нам подняли с 1 июля. С 1 июля платить мы начали 89 рублей 54 копейки. Но качество воды лучше не стало. Мы платим за услугу питьевая вода. Соответственно, должны получить воду, которую дополнительно нельзя, ну не нужно, не очищать. То есть она уже подходит для пищи, пригодна. Наша вода сейчас непригодна для питья и для пищи без каких-то дополнительных очистных. За разъяснением ситуации мы обратились в Росводоканал Барнаул. Ответ получили письменный. Новые тарифы на воду законны, пояснили нам. Одобрены управлением края по регулированию цен и тарифов. Кстати, на обслуживание по концессии водоканал принял весной этого года не только Новомихайловку. В комментарии нам сказали, за 2-3 года привести в порядок обвешалое хозяйство поселка невозможно. Соглашение предусматривает модернизацию систем водоснабжения в течение 10 лет. На период действия концессионного соглашения планируется увеличить финансирование на работы на территории поселка. Предусмотрено строительство станции обезжелезивания и демонганации, а также реконструкция артезианского водозабора. Кто не давал им ремонтировать, налаживать, еще что-то делать, то есть вкладывать деньги. По сути, получается, вышки построил завод «Кристалл». Водопровод мы прокинули сами. По улице все сами. Где вложения-то? Если получаешь прибыль, должны же быть какие-то вложения. За 30 лет работы башни немножко подизносились. У Эйда, например, из трех поддерживающих тросов двух уже нет. Основание подмывает, а труба из скважины в колонну рискует упасть под собственным весом. Исходя из ответа водоканала, модернизация в Новомихайловке начнется после проведения там всех необходимых обследований. Но ведь жителям платить по новым тарифам приходится уже сейчас. Конечно, компенсации им обещают. Правда, они в сравнении с суммами в платежках совсем незначительные. К слову, с подобной ситуацией столкнулись и другие жители края. К примеру, в Озерках Тальменского района. После передачи сетей частникам по подобному соглашению сельчане даже вышли к местной администрации. Прибегать к подобным мерам в Новомихайловке не планируют, но просят начать работы по модернизации как можно раньше, чтобы понять, за что им приходится платить. Никита Ермаков, Николай Шелко. День с толком.